Девушки отдыхают Но, а что нет, то размышляли над тем, что Всевышний Аллах сказал в Коране, и что делал наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Что запрещено есть мусульманам? Нам нельзя есть свинину. Вообще, свинья считается нечистым животным. Грязным и непригодным в пищу будет и все то, что от нее родилось, например, даже если скрестить свинку с козликом, которого можно есть. Мясо этого животного есть будет нельзя. Но зверь получился бы веселый. Нельзя есть то, что живет в воде, кроме рыбы. Это значит, что нам нельзя крабов, раков, осьминогов, мидий и всяких других морских животных, не похожих на рыбу. Нельзя есть насекомых. Какая гадость, подумаешь, наверное, ты. Но в некоторых странах готовят жареных тараканов и всяких других жуков. Единственное, что можно мусульманам из насекомых, это саранчу. Да-да, ее можно есть. В неурожайные годы бедняки нередко спасались именно этим. Нельзя есть хищников. Львов, тигров, собак, кошек, волков, медведей. И нельзя хищных птиц, например, орлов и соколов. Нельзя есть ящериц и черепах. Ты спросишь, неужели кто-то захочет такое приготовить? Представь себе, в некоторых странах варят суп из черепах. И, конечно, конечно, нельзя пить алкоголь. Нельзя даже пробовать, даже немножко, даже в конфетах и тортах. Кроме этого, нужно, чтобы мясо всех животных, которых есть разрешено, было подготовлено по особым правилам. Эти правила знают взрослые мусульмане. Такое мясо в магазинах отмечено значком «халяль», что означает «по-арабски разрешено». Или продается на рынках у мусульман. А дабы приема пищи. Мы едим правой рукой. Есть левой рукой не следует. Перед едой нужно сказать «бисмиллях». Это означает «с именем Аллаха». После еды нужно сказать «альхамдулиля». Это означает «хвала Аллаху». Так мы благодарим Всевышнего за еду, которую Он нам дал. Ведь все хорошее, что с нами случается, от Аллаха. Нельзя есть и пить из золотой и серебряной посуды. Эта посуда слишком красивая и дорогая, чтобы ей можно было пользоваться в этом мире. А еще не нужно объедаться. Ну что, друзья. Пожалуй, на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь на скорую встречу. Ассаляму алейкум, дорогие мои. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok